Я чувствовал себя беспомощным, загнанным в угол, потерявшим покой, одержимым. Я перебрал все варианты, переворошил все источники, вытряхнул все факты на стол. Я ничего не понимал. Улики тянулись кровавым следом несколько десятков лет. Любой коронар бы сказал, что все безнадежно, что я безумец, гоняющийся за призраком. Мне было плевать. Я потерял сон, но не разум. Никаких оправданий, никаких компромиссов. Это дело и есть моя фен-фаталь. И если правда лежит на дне пропасти, не так важно, что тормоза давно отказали. Я был прав. Нуар никогда не умирал. Привет. Я хочу рассказать тебе о Нуаре. О том, как он зародился, оформился как жанр, претерпевал изменения сквозь года и в каком виде добрался до наших дней. Вы спросите, а зачем нам вообще знать что-то о каком-то Нуаре, который снимали почти сто лет назад? А потому что он во многом сформировал современное искусство и до сих пор влияет на кино и литературу. Его элементы живут и здравствуют в самых различных произведениях. Бонусом к основной теме мы остановимся на сериале 2024 года «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. Почему именно на нем? Узнаете. Обо всем по порядку. Я, Вадим Новиков. Это Толкователи Кино. Поехали. Как и все остальное в искусстве, Нуар в 40-е годы 20-го века возник не на ровном месте. Ему предшествовало множество факторов, как культурных, так и социально-политических. Литературные корни точно стоит искать среди так называемого «палп-фикшн». Не путайтесь с фильмом Тарантино. Журналы эти были дешевые, всего 10 центов. Отпечатаны были на бумаге низкого качества. Но это им не мешало быть крайне популярными. Часто они содержали элементы криминала, жестокости и героя оказывали в ситуациях с двусмысленной моралью. В визуальном же плане в американском Нуаре большую часть играло наследие европейского кинематографа. Особенно стоит выделить немецкий и французский экспрессионизм в кино 20-х годов. Именно оттуда Нуар и начнет копировать мрачный стиль и замысловатую игру тени и света. Помимо культурного влияния, не стоит забывать и о том, что во времена формирования Нуара мир один за одним сотрясали политические и военные катаклизмы. Великая депрессия и Вторая мировая война создали в американском искусстве тренд на общую мрачность, вездесущую алчность и отсутствие надежды в завтрашнем дне. Всплеск жестокости, принесенной с войны, и отсутствие моральных ориентиров в уличных банты не оставались только в заголовках газет. Все это пронизывало общество и тем самым перетекало в кино, которое с каждым годом становилось все более доступным и массовым. Спрос рождал предложение. А тем временем Нуар впитывал болезненные темы и давал зрителю то, чего он хотел. Прямо как тот зритель, который словно в мороке тянулся поставить лайк этому видео, кнопка подписаться пленительно манила его, он думал, что все кончено, но оставался еще чертов колокольчик уведомлений. Простите, пожалуйста, продолжаем. Одной из самых заметных и узнаваемых черт Нуарных фильмов является использование контрастного освещения. Сильными тенями и игрой на светлых участках. Это создавало мрачную и зловещую атмосферу, что подчеркивало психологическую напряженность. Камера часто использовалась для создания необычных ракурсов, что добавляло динамики и визуальной сложности. Многие приемы оттуда потом перекочуют в совершенно другие жанры. Часто на съемках применялась техника черного света. In English Low Key Lighting, где большая часть сцены оставалась в темноте, а освещены оставались лишь определенные детали интерьера, люди, их лица или даже части лица. Нередко использовались и крупные планы, дабы усилий психологизм при помощи акцентирования на эмоциях и реакциях персонажей. Сильные тени и силуэты всегда имели важную роль в создании напряженности и загадочности, поэтому часто персонажи вообще изображались в некоторых сценах как раз в виде силуэтов. Это еще больше помогало подчеркнуть одиночество и темные мысли, обуревающие героев. Антураж тоже часто подбирался не просто так. Пустые городские пейзажи использовались для усиления отрыва персонажа от общества. Узкие улочки использовались для давящего клаустрофобного эффекта. А заброшенные здания и богом забытые склады для создания атмосферы замкнутости и безысходности. О чем же повествует классический нуарный фильм? На самом деле это не просто черно-белые фильмы с душевными терзаниями и мрачными мужчинами. Это настоящая философия, выраженная в визуальных образах и сюжетах, полных запутанных отношений. Сюжеты фильмов нуар часто вращаются вокруг преступлений, предательства, коррупции и моральной неоднозначности. Стоит подчеркнуть, что фатализм для нуара является краеугольным камнем. Персонажи часто сталкиваются с непреодолимыми обстоятельствами, что лишь подчеркивает их безысходность. Главные герои часто изображаются как детективы, частные сыщики или обычные люди, оказавшиеся в ловушке обстоятельств. Чтобы максимально подчеркнуть их уязвимость и загнанность. В то же время главные герои нуара часто являются и антигероями, которые находятся на грани закона. Но в основном это персонажи с темным прошлым и неопределенным будущим. Часто одержимые страстью или жаждой мести. Я тебя не надежу, я тебя предала, потому что я смошенную. В фильмах нуар вообще часто поднимаются темы предательства, жадности, любви, утраты. Моральная неоднозначность и пессимистичный взгляд на мир становятся важными аспектами повествования. Этот жанр просто нельзя обсуждать, если не проговорить о том, что важным элементом нуара является фем-фаталь. Опасная и манящая женщина, которая часто становится катализатором событий, ведущих к трагическим последствиям. Со временем фем-фаталь часто вовсе покидали фильмы. Вы не думали, что у меня может быть своя собственная жизнь? Либо претерпевали изменения и уже не так жестоко манипулировали мужчинами и никого не доводили до трагических последствий. Но не всегда. Я не хочу перегружать вас списком из десятков работ, которые знает и не каждый кинокритик. Но прогуляться по самым знаковым все же стоит, чтобы понять, как видоизменялся жанр. Одним из первых и, собственно, ключевых можно назвать «Мальтийского сокола» 1941 года. Этот фильм стал одним из первых примеров жанра нуара, который вводил в него множество характерных элементов, таких как сложные персонажи и запутанные сюжетные линии. Известно ли вам что-нибудь об ордене госпиталя святого Иоанна в Иерусалиме? Он же орден родовских рыцарей. Какие-то крестоносцы, не так ли? Правильно, садитесь. Наемный убийца 1942 года исследовал сложные моральные дилеммы. Двойная страховка 1944 года стала хрестоматийным примером использования в сюжете «Фемфаталь» и, в принципе, раскрывалась тема предательства. А о чем ты думаешь сейчас? Я перестал думать, крошка. Я пришел попрощаться. Попрощаться? Ты куда-то уезжаешь? Улицы повешенных 1950 года можно рассматривать как одного из самых ярких примеров всего жанра, где исследовалась природа преступления и задавались вопросы о социальной справедливости. В 50-х годах Нуар также начал эволюционировать. Появлялись более глубокие элементы психологии и остросоциальной критики. Ты хочешь навязать ее выбор мне? Собираешься вырядить, как ее? Я хочу, чтобы ты хорошо выглядела, зная, что он тебе очень подойдет. Я не буду его носить. Фильмы становились более сложными, исследуя темы моральной неоднозначности и человеческой природы. Поэтому тот же сладкий запах успеха 1957 года уже более предметно акцентировал внимание на внутреннем мире персонажей и мотивации в целом, а сюжет усложнялся и становился более многослойным. Как луковицы. Воняют? Да нет! В 60-е и 70-е кино становится по большей части цветным. Но это не приводит к исчезновению Нуара как такового, а просто заставляет его все дальше и дальше видоизменяться и проникать в другие жанры. От боевиков до фантастики. Неонуар обновлялся в контексте новых реалий, окончательно отрываясь от Великой Депрессии и Большой Войны, но не терял своей мрачной сути. Теперь его взор просто начинал направляться на другие трудные обстоятельства и аспекты жизни людей. Начиная от китайского квартала 1974 года, снятого Романом Полански, Неонуаром начинают величать огромное количество фильмов в самом разном сеттинге. Бегущий по лезвию, Неприкасаемые, Секреты Лос-Анджелеса, Криминальное чтиво, Город грехов, Черная орхидея, Старикам здесь не место. Райан Гослинг. Ну куда мы без него. И многие-многие другие. Кстати, напишите в комментариях свои любимые фильмы в этом жанре. Теперь, зная все перечисленное, куда интереснее поговорить о проекте 2024 года «Шугар» с Колином Фаровым. Если вы дошли до этого момента видео, то, скорее всего, тема нуара вам интересна. И поэтому мы крайне рекомендуем вам с Джоном Шугаром познакомиться поближе. Если вы, конечно, этого еще не сделали. Это идеальный и очень смелый представитель нео-нуара. Это кинотрибют всем классическим фильмам нуара, в прямом смысле слова. Расскажу вам о нем подробнее. Все будет без спойлеров, так что не переживайте. О, фильм что надо. Отличный. Сериал вкратце сосредоточен на частном детективе Джонни Шугаре, который специализируется на поиске пропавших людей. Попутно он пытается не применять насилие и страдает от таинственных приступов. Расследуя новое дело, он даже представить себе не может, в какую опасность он попадет и сколько нитей из этого запутанного клубка приведет к его собственной судьбе. Звучит вполне стандартно, но вы и представить себе не можете, сколько у Шугара припрятано козырей в рукаве. Начнем немного издалека. Нуар всегда изучал природу человека, его светлые и темные уголки души, препарировал источники добра и зла. Но как часто вы вообще задумывались над тем, что должно повлиять на вас, чтобы быть человеком? На кого вы будете равняться? Возможно на семью, друзей или учителей? Или может вы выберете любимых книжных персонажей? Джон Шугар остановил свой выбор на кинематографе. Значит, вы любитель кино. А, любитель, это мягко сказано, у меня зависимость. Потому что в его случае это был самый доступный способ найти себя в этом мире. За более чем вековую историю кинематограф не только подарил нам величайших героев, которым хочется сопереживать и брать с них пример, но и злодеев, образы которых порой черпались именно из самых темных уголков человеческого сознания. Сериал Шугар не циклится на философии, не дает вам простых ответов на сложные вопросы и даже открыто не пропагандирует гуманистических идей. Он хочет, чтобы вы сами ответили себе на вопрос, что значит быть человеком? Шоураннер Марк Протасевич, сериальный дебютант. Ранее он был в основном известен как сценарист. Одной из последних его работ был Олдбой. В общем, вполне себе стандартная фильмография со своими взлетами и падениями. По крайней мере так кажется, если просто смотреть на страницы киноагрегаторов. На деле Протасевичу еще принадлежат и тысячи и тысячи страниц текста, которые никому так и не пригодились. С момента выхода Олдбоя пройдет лишь 8 лет, прежде чем дело сдвинется с мертвой точки. И новым проектом не заинтересуется Apple. Издание Deadline тогда напишет небольшой спойлер о том, что студия взяла сценарий, в котором по ходу повествования резко меняется жанр. Информация на тот момент была настолько размытой, что к премьере уже все об этом, естественно, подзабыли. В 2022 году, через год после старта разработки, к проекту присоединился Колин Фарролд, которому вначале даже не дадут на руки полный сценарий. Да-да? Да-да. Первое время Шугар оставался той еще загадкой даже для главного актера. Тебя зовут Джон Шугар? Это моя фамилия. Спустя годы шлифовки сценария и сложного производственного процесса, в 2024 году Протасевич явит миру свое новое детище, которое внезапно окажется настолько синефильским, что публики на ум полезут в сравнение с относительно недавними «Вавилоном» Дэмила Шазела и под «Сильвер Лейк» Дэвида Роберта Митчелла. Шугар раздает стиль во всех аспектах. Черные очки, дорогущий костюм, лакированные ботинки, ретро-кабриолет, жизнь в отелях для богачей и внушительный банковский счет. Я выплачу вам остаток гонорара. Спасибо, но оставьте деньги себе. Вы не привыкли к таким частным сыщикам. Вкупе с вежливостью и несгибаемым пацифизмом вам кажется, что это какая-то деконструкция жанра. Переизобретение того старого доброго нуара, где герой в протертой шляпе и перегаром без остановки движется в сторону пропасти. С учетом этого, все закадровые рассуждения героя на фоне ярко цветущего Лос-Анджелеса будто бы должны выглядеть атовизмом. Но визуал продолжает навязывать свои правила. Тщательно подобранные фрагменты золотой классики нуара с завидной скорпулезностью врезаются в повествование сериала и доходчиво показывают, что конкретно сейчас на экране повторяют за великими. Подражание здесь, прямо как в той знаменитой цитате, является наивысшей и самой искренней формой лести. Отсылки, отсылки, отсылки. Чего тут только не вспомнили. Эксклюзивный список из 22 классических нуарных фильмов я уже опубликовал в нашем телеграм-канале. Спешу вас успокоить, что если вы не смотрели процентов, ну, 90 из этого списка, это нормально. Это не стыдно. Скорее всего, у вас есть личная жизнь. Мы не обязаны знать и разбираться во всем на свете. Давайте чаще повторять это друг другу. Но если вдруг захотите заполнить культурные пробелы, welcome по ссылке в описании. Приду, ладно, посмотрю. Дань уважения старому Голливуду для Шугара это все. Однако же стиль повествования не заканчивается на одном лишь ностальгировании по временам, когда трава была зеленее, а нуар черно-белыми. Кстати, баловство с ЧБ буквально открывает сериал первой сцены. Но далее это все же остается на уровне редких заигрываний и не переходит границ приличия, где нужно приглашать знаменитых колористов для создания специальных версий. Привет, Зак Снайдер. Здравствуйте, Джордж Миллер. Повествовательно, Шугар довольно линеен. Тут нет сложных временных переплетений, нагромождения флешбеков или каких-нибудь флешфорвардов. Сюжет тут удивляет и без лишней замороченности в структуре. Но с визуальной точки зрения нужно еще поискать сериалы, снятые столь изысканно и сложно. Я подозреваю, что на съемочной площадке происходил примерно такой диалог. Сколько стилей съемки будем использовать в этой сцене? Да, голландские углы, ручная камера, статичная, крупные планы да побольше. Не забудем о перекрестном монтаже, добавим виньеточку с затемнением. Опа, тут еще всех в кадре можно рассадить, как в том фильме 70-летней давности. Кстати, вот и вставочка оттуда. Однобочковый бурбон Уилет Дистиллерий, сэр. Сотня долларов за шот. Это все сделано нахально, нарочито, чтобы сделать зрителю вызов. Чтобы рука при просмотре не тянулась к телефону. Чтобы вы искали, замечали и удивлялись. Дежурные сцены сняты сложно для того, чтобы завоевывать внимание. И лишний раз оправдывать время, которое тратит зритель. Не дать сухую ретроспективу забытых фильмов древности. А полностью погрузить в их атмосферу. Кстати, поблагодарить за столько интересных решений стоит еще и режиссера Фернандо Мейрейлиша. Скорее всего, вы знаете его по фильму «Город бога». Именно он попросил играть актеров так, будто они находятся в театральной постановке. Каждую сцену непрерывно снимали с трех разных камер. После пяти-шести дублей он немного менял расположение камер и добавлял к плану зум. Интересно, что Мейрейлиш старался показывать сцену целиком, чтобы не нарезать все из разных дублей. По его мнению, это негативно сказывалось на запале актеров. И так любая сцена становилась более живой. Как я уже говорил, у Шугура есть пару тузов в рукаве. Сюжетный поворот в конце шестой серии имел эффект разорвавшейся бомбы. Который одновременно и привлек к проекту новую аудиторию. И в то же время отпугнул часть той, что у него уже была. Люди просто стали говорить тем, кто еще не посмотрел эпизод, примерно следующее. Я не знаю, как ты к этому отнесешься. Положа руку на сердце, как бы вы не отнеслись к этому вот это повороту, не стоит забывать, что мы живем в такую постмодернистскую эпоху, что зрителя действительно сложно удивить. А Шугар с этим справляется. Я могу выпить это, это и все, что есть в баре, и не опьяняю. Тогда зачем пить? Резюмирую. Сериал Шугар отменное, редкое зрелище. Суперкачественный контент для киноманов, который с любовью и трепетом относится к наследию киноиндустрии. Очаровательный, сложный герой в исполнении Колина Фаррелла буквально влюбляет в себя. К нему хочется возвращаться и пересматривать с ним классику нуара. Да что уж там, он вдохновил меня на создание этого ролика. На Шугара хочется равняться и становиться лучше. Как вы уже поняли, жанр нуар стал важной частью всей киноиндустрии в целом. Он оказал значительное влияние на развитие других жанров, таких как триллер и криминальная драма. Его темные, сложные и многослойные сюжеты продолжают привлекать зрителей и вдохновлять современных кинематографистов по всему миру. Это самая скучная вечеринка, на которой я был. Что ж, время прощаться. Спасибо, что были с нами, что поставили лайк и подписались, наставляли комментариев и посмотрели Шугара. Отдельная благодарность Хука Плейс Брюс за то, что поддержали выход этого ролика, предоставив такую замечательную локацию для съемок. Если вы находитесь в Москве и любите потягивать кальян и смотреть фильмы, то обязательно заходите по адресу Ладожская улица 1.2. А с вами был Вадим Новиков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok